Доброе утро, уважаемые друзья! Программа «Утреннее эспрессо» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4 Брест». Сегодня 26 сентября, вторник. Здравствуйте, дорогие друзья! Вячеслав Сысковский, Екатерина Стрига. Сегодня с вами в студии прямого эфира. Мы надеемся, что день будет хорошим и продуктивным, а утро и пробуждение — добрым. Кстати, у нас есть парочка советов для того, чтобы оно было именно таким. Сделайте пробуждение приятным, советуем мы вам с Катей. Чтобы утро радовало вас, откажитесь от стандартного звонка будильника. Настоятельно рекомендуем это сделать. Поставьте какую-нибудь мелодию, которая всегда вас радует, которая поднимает настроение и навевает приятные воспоминания на свой телефон. Пусть звуки, которые будут у вас по утрам, уже сквозь сон несут с собой радость. Причем очень важно, дорогие друзья, просыпаться с первого раза. Вот представление будильника на 5-10 минут, говорят специалисты, ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Наоборот, мы становимся раздражительными и злыми. А утром ни в коем случае нельзя этого делать, потому что нужно радоваться. Нужно радоваться. Психолог Гевадин голос утверждает, что надо приучить себя о ранном, вне зависимости от того, совавы или жаборонок. А британские психологи и вовсе выяснили, что среди взрослых людей, которые остаются в постели до 9-10 часов утра, гораздо чаще встречаются избыточный вес и склонность к депрессии, чем у тех, кто привык вставать в 7 утра. Поэтому, дорогие друзья, нам с вами все эти проблемы не грозят, потому что зрители канала «Беларусь-4 Брест», те, которые встречают каждое утро буднего дня с программой «Утренний эспрессо», всегда бодры и веселы, и весь день пребывают в хорошем настроении. Мы вам это гарантируем. Мы вам это гарантируем. Короткий анонс нашей программы прямо сейчас. Сегодня в «Утреннем эспрессо» узнаем, какие меры в регионе принимаются по отношению к любителям незаконной рыбалки и охоты. Расскажем о самом масштабном фестивале короткометражного кино, который стартует в городе Надбуком. Поделимся рецептом идеального завтрака. Что ж, сегодня у нас в эфире мы задеваем тему Манхэттенского фестиваля. Также у нас сегодня розыгрыши, отличная музыка и хорошее настроение. Ну, а в довесок небольшая порция полезной информации прямо сейчас. Напоминаем, что грибной сезон в самом разгаре. Так называемая грибная лихорадка у жителей региона. Сейчас наблюдаются все большее количество лесников, отправляется в лес. Мы напоминали не раз об опасностях, которые там нас могут ожидать. Можно потеряться, но вы все знаете для того, чтобы этого не сделать. Если смотрите нашу программу, специалист уже рассказывал о том, что делать в таких случаях, если вдруг заблудились. Также говорим о том, что клещи активизировались. Вот на самом пике это находится, поэтому нужно быть очень внимательным, осторожным, носить закрытую одежду. Если идете собирать грибы или ягоды, обязательно использовать репелленты. Уже после того, как возвращаетесь домой, нужно проверять... Проверяя друг друга на наличие этих опасностей. Проверяйте друг друга, проводите взаимные самоосмотры. Обязательно, дорогие друзья. Обязательно, дорогие друзья. Также стоит помнить о том, что не все грибы являются съедобными. Для того, чтобы выяснить это, надо отправить съедобный гриб или несъедобный фото на сайт. Нужно специальное приложение для этого иметь. Самое главное, хороший мобильный телефон с отличной камерой и с интернетом. Устанавливаем себе приложение. Какое, узнаете в том же интернете. Если загуглите, фотографируйте гриб, описывайте форму, шляпки, цвет, ножку и так далее. Где находится, где вы его обнаружили. Через какое-то время вам уже приходит сообщение с названием этого гриба от специалистов, которые в этом разбираются на все 100%. Хотя на 100 ли, Слава, вот в чем вопрос. Ну, на 100 или не на 100, ну, я думаю, что все-таки стоит доверять на 100%. Ну, почему? Ну, потому что все-таки там же специалисты. А я нет. А я вот считаю, дорогие друзья, если вы не разбираетесь, сами не уверены на 100%, на всякий случай воспользоваться приложением можно, но лучше не рисковать. Вот такие вот противоположные мнения с самого утра у нас с Катей. Надеюсь, дальше в эфире мы с тобой придем к общему знаменателю, скажем так. Нам помогут наши телезрители, наверняка у вас тоже есть мнение на этот счет. Также вы можете делиться с нами рецептом хорошего настроения, отличного начала дня. Для этого нужно дозваниваться к нам в студию прямого эфира по номеру телефона 21 55 65. Мы рады, будем пообщаться с вами. Звоните нам, ну, а сейчас прогноз погоды начнет наш эфир. Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро всем грещанам! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Доброе утро! Доброе! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Субтитры подогнал «Симон»! Оставайтесь на линии и узнаете, как забрать сертификат! Катя, вот как сохранить дружбу? Вот недаром я этот вопрос задаю, потому что сегодня наш эфир с тобой начался с небольшого конфликта по поводу грибов. Но мы же дружим, мы же все равно дружим, несмотря на это все. А вот как сохранить эту дружбу, об этом нам расскажут самые маленькие участники нашей программы. Это наши сообразительные человечки. Давайте послушаем, что они думают на этот счет. Позже вернемся в студию прямого эфира. Чтобы сохранить дружбу, надо не ругаться. Надо не ссориться, не забирать игрушки, не биться. Не надо тогда детей обижать. Только если не ссориться, делиться. Вот, помогать друг другу. Чтобы сохранить дружбу, нужно улыбнуться. Как сохранить дружбу? Вот из всех перечисленных вариантов, Катя, какой тебе более показался таким правильным? Самым актуальным, мне очень понравился совет последней девушки, девочки, девушки, девочки, будущей девушки. Улыбнуться, это, наверное, самое главное. Поэтому мы вам советуем, дорогие друзья, если вдруг мимо сегодня будете проходить, мимо грустного человека, вот случайно будете идти по улице, вот улыбнитесь случайному прохожему, и жизнь станет легче. Возможно, этот человек в будущем станет другом. Еще есть один секрет. Какой? Нужно обязательно заниматься со своим другом каким-то общим делом. Это действительно, ну, согласись же, что сплочает. Ну, соглашусь. Ничто не сплочает так, как общее дело, и в то же время ничто так не ссорит, как общее дело. Мы даже знаем, чем можно заняться. У нас стартует на канале Беларусь 4 Брест новый проект, новый размер к Новому году. Разные технологии, методики похудения. Специалисты, три месяца, восемь участников, две команды. Мы приглашаем вас. Подписмотрим специалистов, эти люди будут худеть. Соблюдать какие-то определенные правила, посещать тренировки будет действительно очень здорово и интересно. Мы приглашаем участников. Ну, от вас нужна лишь честная история и желание изменить себя. Своё резюме высылайте нам на электронный адрес tvsobaka.trkabres.by. Ну, и приходите на сбор участников. Безусловно, 1 октября в 10.00 в нашей студии. Наша студия находится по адресу улица Куйбышева, 64. Кстати, если вы не успели, либо не успеваете по каким-то причинам выслать резюме, не переживайте, ничего страшного. Берите резюме с собой и просто приходите к нам. В 10.00 утра по адресу улица Куйбышева, 64. 1 октября, это уже это воскресенье. Приходите, дорогие друзья, будем проводить отбор участников нового проекта «Новый размер к новому году». Ну, а сегодня 26 сентября, то есть сколько там осталось? Буквально дня... Засчитанные денечки остались. Есть возможность еще решиться и собраться с мыслями, с силами. Обязательно к нам прийти для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Главное, ваше искреннее желание работать над собой, а во всем остальном мы поможем. Рубрика «Карин Календарь» прямо сейчас у нас в эфире. Сегодня 26 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1898 году родился Джордж Гершвин, американский композитор и пианист, имеющий белорусские корни. Он использовал в своей музыке элементы джаза и афроамериканского музыкального фольклора. Известен как автор оперы «Порги и бес», а также мюзиклов, песен и музыки к кинофильмам. В этот же день в 1934 году родился Олег Басилашвили. Российский актер театра и кино, актер Большого драматического театра имени Товстоногова, народный артист СССР. Известен по ролям в кинофильмах «Осенний марафон», «Мокзал для двоих» и многих других. 26 сентября в 1939 году в Бресте вышел первый номер газеты «Рабочий». Сейчас издается под названием «Заря». Издание признано победителем республиканского творческого соревнования в номинации «Лучшая областная газета» и награждено специальной наградой «Золотой лидерой». В этот же день в 1857 году в Пружанах родился Платон Жукович, историк, доктор церковной истории. Преподавал в Полоцком духовном училище в Вильно в Петербургской духовной академии. Исследовал религиозные отношения в Речи Посполитой. В этот же день в 1969 году был образован Байкальский заповедник. Он входит в состав участка всемирного природного наследия озера Байкал. Также он включен в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – это голубая ель, которая, к сожалению, уже находится под угрозой вымирания. Так здорово, что вы сегодня на четверке. Вместе с нами программа «Утренний эспрессо» еще раз говорит вам доброе утро, дорогие друзья. Не переключайтесь, к нам уже присоединился наш первый гость. Как всегда, с первым гостем мы обсуждаем острые социальные вопросы. Сегодня мы поговорим про незаконную охоту и незаконную рыбалку. У нас в гостях Дмитрий Николаевич Кривоблодский, заместитель начальника областной инспекции, начальник оперативного отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Доброе утро. Как ваше настроение? Как бодритесь по утрам? Вот вы всегда бодры. Где на вас не посмотришь, вы часто принимаете участие в наших программах, вы всегда бодрый, веселый. В чем секрет? Поделитесь уже, наконец. Это, наверное, состояние души. Я вообще позитивный человек, поэтому надо в жизнь идти легко, радостно, весело, может быть, в какой-то части. Ну и соответствующим образом серьезно, конечно же, относиться к тем событиям, которые в жизни происходят. Особенно к работе, особенно к регулированию каких-то вопросов, связанных с порученным мне и доверенным мне сектором в этой жизни. Соответственно, как бодрюсь, чашечка кофе обязательно с утра, какие-то физические элементарные упражнения, хотя бы вот просто в этом ракурсе, хотя их у нас вполне достаточно в ходе полевых контрольных мероприятий, физических нагрузок. Соответственно, форму держим соответствующую. В общем, Катя, как мы советуем нашим зрителям каждое утро физические нагрузки, хорошее настроение, чашечка кофе. И серьезное отношение к любимому делу. Дело действительно серьезное, Дмитрий Николаевич, вы защищаете окружающий мир, можно сказать, от не совсем, наверное, хороших людей, которые делают не совсем правильные вещи. Правильно же? У вас очень ответственная работа. Насколько актуальна проблема браконьерства сейчас в наше время в Брестской области? Ну, если говорить конкретно, то в принципе все люди хорошие. И очень мало найдется людей, которые сами о себе скажут, что я плохой. То есть в большинстве своем все люди считают себя хорошими, и они таковыми являются. Но вместе с тем, как в принципе и все люди, святых здесь нет, действительно, все люди совершают какие-то ошибки, иногда менее тяжкие, иногда более тяжкие. Соответственно, в нашей сфере, именно в природоохранной сфере, конечно же, выявляется значительное количество различных, опять же, нарушений. Как грубых, так и незначительных. Именно общее количество выявленных нарушений, общая специфика вся, какая-то статистика нам позволяет делать выводы о том или ином состоянии окружающей среды и о том или ином уровне правопорядка в соответствующих регионах области. Ну и сравнивать вообще себя, находить свое место в республике. Что говорит статистика сегодня? На текущий момент времени, исходя из статистики, исходя из количества общего проведенных полевых контрольных мероприятий, которых в этом году уже было 627 полевых контрольных мероприятий, проведенных работниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республике Беларусь, В Брестской области правопорядок довольно-таки высокий. То есть количество нарушений не растет, даже, нужно сказать, уменьшается. И это, наверное, благодаря тому, что все-таки уровень правосознания граждан довольно высокий в этом отношении. Растет культура природопользования у граждан. Люди немного более осмотрительно относятся ко всем своим действиям, связанным с природопользованием. Ну а вопросы, которые мы контролируем и регулируем, это, конечно же, вопросы лесопользования, вопросы ведения охотничьего хозяйства и охоты, а также ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Ну и в некоторых моментах мы, конечно же, курируем направление именно хищения рыбопродукции на рыбоводных прудах и рыбхозах. Вот впечатлила цифра, Томинослав, у тебя тоже 627 рейдов. Это ж какое количество людей должно этим заниматься для того, чтобы за такой промежуток времени провести такое количество рейдовых мероприятий? Вообще, конечно же, количество работников инспекции незначительно. В области всего лишь 7 структурных подразделений госинспекции. Одна из них областная и 6 межрайонных. Соответственно, межрайонные у нас расположены в Березовском, Барановичском, Ганцевичском, Микошевичская межрайонная инспекция, Столинском районе и Пинская межрайонная инспекция. Ну и, соответственно, как я сказал, областная инспекция. Всего штат работников составляет 31 государственный инспектор, включая начальников. Соответственно, все озвученные цифры, которые озвучены были мной ранее и озвучены будут далее, они именно выполнены вот этим штатным составом работников. Дмитрий Николаевич, вот мы вот с Катей все думаем сходить на рыбалку. Вот как нам с Катей не оказаться браконьерами, либо... Браконьерами мы не окажемся. Все, ну как нам сказать и... Где можно рыбачить? Скажите, где можно рыбачить? Нас волнует этот вопрос больше всего. В принципе, и я смотрел, очень интересовался этим вопросом, даже вот не выходя из города Бреста, у нас рыболовных угодий просто тьма, реально. Действительно, на текущий момент времени река Муховец со всеми прилегающими, примыкающими к ней карьерами разработанными, это просто шикарнейшие угодья для рыбной ловли. Воды в Бресте просто немерено, можно так сказать. Поэтому в любой закоулок, на любой полуостров, где-то, когда мы заезжаем, мы всегда там встречаем любителей рыболовов. Ну и естественным образом они осуществляют там рыболовство, отдыхают, наслаждаются природой вблизи города Бреста. Это поражает. Соответствующим образом мы от них требуем содержание этих рыболовных угодий, береговой полосы вдоль рек и вот этих вот участков карьеров в надлежащем санитарном состоянии. Рыболовы очень чутки к нашим требованиям и просьбам, конечно же, и, как я говорю, стараются выполнять все эти требования. Но, как и везде, в принципе, не всегда это происходит таким образом. В противных случаях, когда мы выявляем правонарушения в данной сфере, конечно же, инспекторы фиксируют и составляют административные протоколы. Сколько таких было составлено с начала этого года? Вообще, если брать правила День рыболовного хозяйства и рыболовства, у нас было составлено более 400 административных протоколов. Статья это 1535 административного кодекса Республики Беларусь. Из 400 протоколов, 158 непосредственно протоколов связаны с браконьерством. То есть, непосредственно с незаконной добычей рыбы, с использованием запрещенных орудий рыболовства, запрещенными способами, в запрещенных местах. При этом запрещенные орудия рыболовства в основном это сети. Рыболовные ставные сети, лесочные. Изъято их было в этом году уже 804. Ничего себе! Общей протяженностью 32 километра. В трагическом районе, если я не ошибаюсь, не берем сети, нет. Недавно случай тоже произошел. Сколько? 300 килограммов рыбы? 330 килограммов рыбы было изъято у браконьеров. Вместе с тем, незаконное изъятие рыбы, хищение, скажем так, осуществлялось на прудах рыбхоза Днепробукский. Это не рыболовное угодье фонда запаса и вообще не рыболовное угодье. Это предприятие, которое выращивает рыбу. Вместе с тем, как я уже говорил, это тоже наша сфера и наша компетенция. И сотрудниками Брестской областной инспекции был выявлен факт хищения рыбы в особо крупном размере. Материалы были переданы в Драгичинский РОВД для возбуждения уголовного дела. На текущем интернете возбуждено уголовное дело по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении людей, совершивших это преступление. Что грозит этому человеку? Значительный штраф, конечно же. Ну и компенсация предприятию затрат, связанных с хищением этой рыбы. То есть он должен погасить вред, причиненный, ущерб, причиненный данному предприятию. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Напоминаем вам об этом. 21 55 65 номер телефона нашей студии. Возможно, вам известны факты незаконной ловли рыбы или охоты. Дозванивайтесь, рассказывайте, либо задавайте вопросы нашему гостю. У нас в гостях Кривоблодский Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич, а вот чтобы без проблем заниматься охотой, например, либо рыболовством, у нас состоять какой-то организации специальной, обязательно, насколько я понимаю? Охотников и рыболовов? Как она правильно называется? Общество охотников и рыболовов? Есть такая организация, Белорусское общество охотников и рыболовов. Это республиканское государственное общественное объединение. Его структурное подразделение находится практически в каждом районе у нас в области. Соответственно, конечно же, большинство рыболовов являются членами этого общества. Но добрая часть граждан также осуществляет любительское рыболовство, не имея членства в данном обществе. И это законом разрешено. Просто для членов БОРа правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрены определенные льготы, можно так сказать, среди которых, к примеру, осуществление лова рыбы с использованием орудия рыболовства на 10 крючков вместо 5. Также разрешены для них такие способы рыболовства интенсивные, ранее они назывались, как троллинг, то есть используемые лодки на моторе, а также подводная охота. Подводная охота. При этом подводная охота также у гражданина, который осуществляет данный вид рыболовства, должно быть еще удостоверение подводного охотника, что человек ознакомлен со всеми правилами требований безопасности и обучен специальным образом, имеет соответствующие навыки для того, чтобы заниматься таким спортивным делом. А вы любите порыбачить, Дмитрий Николаевич? Обязательно. Но в большинстве своем, конечно же, в связи с такой работой, нам в основном приходится довольствоваться природой именно в процессе осуществления полевых контрольных мероприятий. И, конечно же, больше всего радость она приносит, когда видишь, что кругом чистота и порядок, что люди соблюдают требования законодательства и тоже радуются жизни и довольствуются тем, что имеют. Ну, а для того, чтобы заниматься охотой, продолжу, конечно, отвечать на вопрос, гражданин Республики Беларусь или въезжающий к нам иностранный гражданин, должен иметь государственное удостоверение. Или в стране, где он там проживает, иностранный гражданин. А в Республике Беларусь это государственное удостоверение на право охоты, которое выдается унитарным предприятием Белгосохота. Для этого нужно сдать специальный охотничий экзамен. И только после того, как гражданин получил вот это удостоверение, человек имеет право, охотник уже имеет право приобретать и ружье, и приобретать путевки на различные виды охотничьих животных. Ну и соответствующим образом охотиться на животных. Охотничий экзамен, что это, как он проходит? О, это довольно сложная процедура. На текущий момент времени есть несколько способов сдать этот экзамен, в том числе один из них интерактивный, можно сказать. База расположена в интернете, гражданин оплачивает курс обучающий и через интернет практически сдает этот экзамен, после чего экзамен состоит из нескольких зачетов. Это же теория, правда? А как же дело с практикой тогда обстоит? На текущий момент времени дело с практикой очень сильно обсуждается именно в Министерстве лесного хозяйства, как куратор этого направления деятельности, охотхозяйственной деятельности. Потому что на самом деле действительно охотникам зачастую не хватает практики. И в нашей практике очень часто уходят подранки. Подранки это звери, которых ранили, они убегают, естественно. Ну и их добрать не представляется возможным. Насколько я знаю, что даже есть особый то ли норматив, то ли документ по гуманному, как называется, гуманный застрел животных, или как это правильно назвать? Ну, такого нормативного документа нет. Наверное, это какая-то своеобразная. Ранее, может быть, что-то было. Дело в том, что Белорусское общество охотников и рыболов тоже очень плотно занимается этим вопросом. И в каждом охотничьем хозяйстве, в принципе, сейчас создаются и уже созданы места пристрелки охотничьих ружей, где охотники имеют право, полное право, приехать практически в любое время и осуществить пристрелку того или иного своего охотничьего ружья. Как гладкоствольного, так и нарезного. Пристрелять оптику. Все это сделано для того, чтобы люди именно повышали свой уровень, статус, можно сказать, увеличили свой настрел. Потому что вот сейчас у нас с 1 октября открывается сезон загонной охоты, самый массовый сезон охоты. Это на кого мы будем охотить? Самый интересный на копытных животных. Здесь разрешена охота на лося, оленя благородного, косулю. Ну и продолжается охота, конечно же, на кабана. Соответственно, это наиболее массовый сезон охоты, наиболее такой радостный, сопряжен с большим количеством участников и, соответственно, с большим количеством выстрелов. И здесь точность очень важна. Лишние выстрелы не нужны совершенно. Лучше выстрелить один раз, попасть куда следует, чем стрелять неуверенно, вдогонку зверю или, допустим, с нарушением правил безопасности. Все это не обходится даром. А вот какие в основном допускают нарушения охотники в лесу? Вот из вашей практики наиболее частые? Наиболее частые. Конечно же, это нарушение техники безопасности при охоте, при использовании оружия. Зачастую охотники не разряжают свое охотничье оружие при посадке в автомобиль для переезда в следующий загон. Зачастую охотники при выезде на дороге общего пользования не зачехляют свое оружие. При этом зачехленным считается оружие, которое находится в чехлах, предназначенных для их хранения и ношения, и застегнутых, завязанных соответствующим образом. То есть, в принципе, даже при подходе государственного инспектора к охотнику, охотник первым делом, что должен сделать, это разрядить свое оружие. Разрядить и продемонстрировать соответствующим людям, что он готов к беседе, что он не осуществляет охоту. То же самое охотник обязан делать при встрече в охотничьих угодьях другого охотника. Более того, по требованию другого охотника он обязан предоставить ему документы на право охоты. Другого охотника? Другого охотника. Это намного и в значительной степени увеличивает ответственность граждан. То есть, учитывая, что инспекторов у нас недостаточно, конечно же, у охотопользователей есть егерская служба, но их тоже незначительное количество. Соответствующим образом, когда охотник встречает в угодьях иного охотника другого, он всегда понимает, что его видят, он на виду, соответственно, нарушать он как бы уже менее может, даже если бы и хотел. То есть, это определенный какой-то момент воздействия психологический. Дмитрий Николаевич, вот вы имеете, как сказать, имеете, то ли, как сказать правильно? Полномочия. Нет, нет, имеете опасность обращаться с огнестрельным оружием. Вот во время задержания, может быть, происходили какие-нибудь казусы из вашей практики? Или все проходит всегда гладко? Не все проходит гладко. К сожалению. Бывают казусы. Слава Богу, что все проходило без каких-то человеческих потерь, можно так выразиться. Казусы были и смешные, и не очень. Так, в одном из таких моментов, помнится, при проверке охотников, находящихся на загонной охоте, останавливают сотрудники госинспекции у вас булочку. Ну, и охотники, конечно же, инспекция, инспекция, все волнуются, все понимают, что сейчас будет проверка документов, соответствие оружия там и так далее. Все это очень у граждан вызывает, конечно же, определенное волнение. Ну, и в этот момент, когда автомобиль останавливается, происходит выстрел. Непонятно где. Ну, правда, в крыше УАЗика вот такая дыра. Это от волнения. Охотники разряжали в спешке свое ружье. Кто-то нажал на курок. Вот, происходит выстрел вверх. Все живы, все как бы здоровы. Но, тем не менее, вот такие моменты бывают. Ну, в общем, случаев действительно много. Это, наверное, дело даже не одной передачи, не только программы утренней эспрессы. Можно бесконечно рассказывать. Вот хотелось бы, чтобы вы в завершении нашей беседы обратились к нашим телезрителям. Уважаемые граждане, что могу вам пожелать? И хотелось бы, конечно же, чтобы каждый человек нашел свое место в этой жизни и свое место в природе. Дело в том, что на самом деле культура самосознания граждан растет и должна расти. Понимание своего места в жизни требует серьезного отношения к ней и требует соответствующих поступков, слов и мыслей. Человек должен вести в себе порядок. В противном случае мы порядка никогда не добьемся. Дело не просто в соблюдении природоохранного законодательства. Дело просто в человеческой порядочности, в человеческих отношениях и в любви к себе и к природе. Иначе мы просто не сможем жить. На текущий момент времени наукой доказано, что природопользование, даже в Республике Беларусь, осуществляется в три раза быстрее, нежели природа имеет возможность восстанавливаться. Именно для этих целей существуют такие органы, как Государственная инспекция охраны животных и растительного при президенте Республики Беларусь, чтобы фиксировать моменты нарушения природоохранного закона, чтобы предпринимать своевременные какие-то попытки урегулировать спорные вопросы, урегулировать проблемные вопросы в законодательстве, а также соответствующим образом оказать влияние на граждан в плане воспитания, в плане, опять же, какого-то духовного и культурного роста. Поэтому, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, включает это природа или не включает это общение с природой, конечно же, порядок прежде всего. Спасибо. Здесь просто нечего добавить. Остается только сказать вам еще раз огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Мы желаем вам отличного дня и хорошей недели. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Дмитрий Николаевич Кривобловский, и заместитель начальника областной инспекции, начальника оперативного отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. А сейчас узнаем, о чем же еще пишут на страничках региональной прессы наши коллеги. Не переключайтесь. Международный день без автомобиля в Бресте открыли первую в городе велодорожку на проезжей части. Приписалась она по улице Янки Купалы, напротив стадиона Строитель, по обе стороны дороги. Зона безопасности 40 сантиметров, плюс петровая рабочая зона дорожки. С другой стороны улицы 20 сантиметров безопасности для движений велосипедистов, сообщает Заря. Торжественным собранием в Доме культуры пинчане отметили своеобразный юбилей – 20-летие вручения Пинску почетного государственного знамени Республики Беларусь. На мероприятие побывали корреспонденты газеты «Пинский вестник». Подробности события в свежем номере издания. В Ивановскую детскую хореографическую школу искусств на подготовительное отделение пришел 71 ребенок. В школе обучают классическим, народным, современно-бальным танцам, а также изучают музыкальную грамоту и истории хореографического искусства. Подробности в очередном номере Ивановской районной газеты «Яновский край». С 15 по 21 сентября работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе которых выявили пять нарушений природоохранного законодательства Республики Беларусь. Нарушители были не только белорусы, но и граждане Украины. Составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщают новины по лесу. Житель деревни Городная на территории Калугинского лесничества на протяжении 10 лет самовольно занимал земельный участок площадью 0,4 гектара. Мужчина использовал его для собственных нужд. При этом никаких документов, удостоверяющих право на пользование земельным участком, у него не было. Как удалось скрыть государственную собственность? Читайте в свежем номере газеты «Новины по лесу». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Специалисты не рекомендуют пить воду из популярного в народе пожежинского источника. Вот такая вот информация для всех любителей этого источника. Да, мы нашли эту информацию также на страничках региональной прессы. Она очень актуальна, потому что специалисты в очередной раз предупреждают. Да, многие жители Бресского и Кобринского района любят приехать к пожежинскому источнику, набрать водички. Мало того, что она вкусная, долго хранится, так она еще и обладает лечебными свойствами. Так вот, нужно быть очень внимательными. Почему? А потому что специалисты проверили эту воду и выяснили, что там большое содержание нитратов. И рекомендуют, безусловно, не давать ее детям в некипяченом виде. Особенно в некипяченом виде. Берем себе это на заметочку, дорогие друзья. А вообще у нас очень красиво, очень много красивых мест в Бресской области. Правда же? Я соглашусь, можно на велосипеде без конца кататься, даже по тому же Брестскому району огромное количество. Да, по самому городу Бресту. Ну да, там уже созданы условия, все для удобного, удобного и белого проекта. Удобного и комфортного отдыха, да, и не только на велосипеде. Вот наш корреспондент Олеся Симоновская, к примеру, прогулялась совсем недавно по одной из центральных улиц областного центра. Это улица Комсомольская. Что же интересного она там увидела и узнала? Давайте сейчас узнаем из ее же сюжета. Доброе утро! С вами Околица. Должна быть первая улица, с которой знакомятся гости нашего города – улица Комсомольская. На нее мы попадаем, когда спускаемся с пешеходного моста железнодорожного вокзала и садимся в троллейбус, который везет нас в любую точку города Бреста. Но не спешите уезжать. Давайте узнаем историю улицы вместе. Расположена улица в центре города. Это одна из самых коротких улиц Бреста. Ее протяженность всего около 700 метров. От улицы Арджоникидзе до Площади Свободы начала застраиваться в середине 19 века. Когда Комсомольская носила имя Владислава Стыцкевича, а Арджоникидзе звалась Садовой, их перекресток был полностью усеян гостиницами и ресторанами. Представляю, какое здесь творилось бурное веселье! Улица Стыцкевича назвалась 1921-1939 годах. И не случайно капитан польской армии Владислав Стыцкевич погиб в 1919 году при освобождении пешеходного моста через железнодорожную дорогу от немцев. Тот мост в районе пересечения улиц Арджоникидзе и Комсомольской в 1986 году был снесен. На его месте построен современный мост Виадук. До Стыцкевича улица носила имя Вознесенская во времена фашистской оккупации Банхофстрассе, что в переводе означает «железнодорожная». Второй же участок улицы от Пушкинска до Площади Свободы был полностью застроен частными домами. Здесь было поспокойнее. Также здесь находилась общеобразовательная частная школа Горской. Элитная школа была недешевой и готовила детей к поступлению в гимназию. Сейчас до здания снесено на его месте многоэтажная застройка. В довоенные и послевоенные годы на улице возводились преимущественно двух- и трехэтажные дома, а на углу с улицы Маяковского – пяти- и девятиэтажные. В 70-е годы проезжая часть улицы была расширена, по ней пустили троллейбусы. Мемориальная доска Миколи Засима была установлена на доме номер 40 в 1988 году. Он работал в областной редакции газеты «Заря», которая располагалась в этом здании. Микола Засим – белорусский поэт, революционер-подпольщик, член КПЗБ, участник партизанского движения на Брещене, родился в деревушке Пружанского района. После «Зари» работал в районной газете «Заря над Бугом», руководил областным литобъединением. Сейчас на улице располагаются офисы различных предприятий, магазины, детский сад. Сохранились постройки прошлых веков. Суетящаяся и беспокойная улица Комсомольская имеет свой неповторимый колорит, который может прочувствовать каждый горожанин. Это самый дорогой коврик для мышки за 490 долларов от магазина «Формулы-1». Разработан с использованием фирменных технологий гоночного трехмерного моделирования. Во-вторых, сделан вручную и втретьих из настоящих формульных материалов. Поверхность изготовлена из углепластика, из которого делают валиды. Самое глубокое горное озеро – Иссыкуль. Озеро находится на высоте 1608 метров. Кстати, его глубина – 702 метра. Озеро никогда не замерзает, несмотря на то, что вокруг заснеженные горные вершины. А это самая быстрая машина в мире. Наземный рекорд скорости, установленный в 1997 году, поражает. Это первое в мире официальное преодоление звукового барьера. На автомобиле с турбовентиляторными двигателями британец Энди Грин развил скорость 1228 км в час. Замеры скорости проводились в пустыне Блэк-Рок США. А мы возвращаемся в нашу студию. Только что были интересные факты из оцифровки, но мы продолжим делиться с вами. Этот перечень, этот список, вы пополните свой список еще одним интересным фактом, очень полезным самое главное. Так вот, психологи рассказали о наиболее эффективных и простых методах избавления от неспокойных мыслей. Сотрудники Мичиганского университета опытным путем установили, что значительно снизить уровень стресса на самом деле очень и очень просто. Для этого достаточно, как следует, задуматься о причинах, которые вызывают стресс, и изложить их на бумаге. Специалисты провели исследование на группе студентов, и выяснилось, что ежедневной, пятиминутной такой практики будет достаточно для того, чтобы избавиться от тревожных мыслей, чувствовать себя бодрым, веселым, энергичным. Это самое главное. Да, и рекомендуют специалисты этим заниматься регулярно. Вот в чем секрет. Это должно происходить регулярно, не менее пяти минут в день. Ну, кроме записывания, я думаю, еще есть и другие способы поднять настроение. Например, вот я лично, как себя поднимаю настроение, я пою. Пою в душе. Пою в душе? Какие-то секреты раскрываешь всем телезрителям. А я, как правило, танцую. Даже тогда, когда грустно. В душе танцуешь? Нет, я танцую перед нашим эфиром. Ты же знаешь, для того, чтобы взбодриться, читать скороговорки и танцую. Ну, а чем занимается герой нашего следующего сюжета ансамбля «Лучшина», вы узнаете, если останетесь на четверке. Максим Жешко познакомился с творческим коллективом и узнал много интересного. Народное творчество в Бресте живет. Ярким примером тому является Екатерина Максимовна Лишкевич, в прошлом преподаватель белорусского языка и литературы, а сейчас руководитель фольклорного ансамбля «Лучшина». Поначалу Екатерине Максимовне просто нравилось собирать белорусский фольклор. Далее, объединив несколько активных женщин, начались первые совместные выступления. Теперь же это полноценный ансамбль. Поначалу мы только женщины пели. Пели мы старинные песни, а потом как-то мужчины пришли один за другим, и вот у нас сейчас в ансамбле семь мужчин. Фольклорный ансамбль «Лучшина» – коллектив молодой, им нет еще и четырех лет, но они уже частые гости не только на площадках области, но и за границей. Недавно коллектив вернулся из российского города Владимира, но особенно белорусское народное творчество полюбилось в республике Польша. У меня там подруга, которая тоже очень любит петь народные песни, и когда у них было 20-летие их хора при Доме культуры, это деревня Кодень, недалеко от Тересполя. Вот она нас пригласила, люди нас услышали, ну и стали приглашать. В основном приглашают люди пенсионного возраста. Вот они там собираются, устраивают такую вечеринку, и нас приглашают, и мы уже перед ними там поем, они очень любят наши песни. Репетиции проходят у Екатерины Максимовны дома, просто потому что участникам ансамбля к ней проще добираться, чем к центру культуры и досуга города Бреста, где прописан коллектив. А для большей возможности творческого роста позвали в свою команду еще и профессионального музыканта. Мне вельми приемно, что меня запросили в Лучшину, в этой коллективе Добрый. И вельми приемно, что люди спевают народные мови. Мне подобается, что за все, что здесь находится, чего не ведаешь ранее. Лучшина развивается, сотрудничает с другими народными коллективами и постоянно пополняет свой репертуар. А исполняют фольклорный ансамбль свои песни не только на родном белорусском языке, но и на польском и украинском. Свою любовь к фольклору коллектив ежегодно выражает отчетными концертами. И, как уверены сами участники, впереди их ждет еще много концертных площадок. Наступило время для завершения дела и для отдыха, который Овнам крайне необходим, так как в следующем месяце на вас обрушится большой объем работы и информации. Полезно провести этот день на природе, в лесу, например, сходить за грибами. Сегодня, вероятно, важные мероприятия в семьях тельцов. Если после обильного застолья почувствуете легкое недомогание, сделайте 2-3 разгрузочных дня. А чтобы окончательно прийти в себя, вспомните о медитации и дыхательной гимнастике. У близнецов появится возможность подработать и значительно увеличить свои доходы. Сегодня вы сможете заразить своими идеями кого угодно. Также вам необходимо планировать свои финансовые затраты и расходовать деньги на то, что будет помогать развитию. Вспоминайте маленькие успехи прошедшего дня. От хорошо выполненной работы до случайно брошенной остроумной реплики. Чаще хвалите себя, делайте себе приятное. Один из лучших дней для вступления в брак для львов. Вы можете обрести душевного и понимающего спутника жизни, тонко реагирующего на ваше настроение, заботящегося о ваших нуждах. Не сомневайтесь в правильности своего выбора. На протяжении всего дня девы не раз воспользуются своими дипломатическими способностями и станут настоящими миротворцами. Наслаждайтесь общением, контактами с самыми разными людьми. Это обогатит ваш внутренний мир. Устройте праздник для своих близких, ведь они очень любят, когда вы придумываете что-то интересное. Навестите дальних родственников, уделите больше внимания детям, не забывая, что самое лучшее воспитание — собственный пример. Многие скорпионы будут сегодня разрываться между любопытством и осторожностью. Не усложняйте своё мировосприятие, не преувеличивайте сложности, не относите нас в учёт провала и неудачи окружающих. Небольшие осложнения, которые могут периодически возникать, это в некотором смысле испытания перед новым подъёмом и духовным обновлением многих родившихся под этим знаком. Учитесь на своих ошибках и, пройдя через испытания, набирайтесь опыта. Вы будете относиться к своим подопечным с трогательной заботой, но из-за своих амбиций и честолюбивого характера вы можете стать сверхтребовательными и совершите много ошибок. Вероятно возникновение сильного чувства, от которого водолеи могут подпитывать свою энергетику. Любовь сделает значимым и перспективным любое их действие. Любовь — это то, что необходимо вам для дальнейшего развития. Энергетика рыб будет подобна роднику любви и удачи, что наполнит жизненной силой всех, кто с ним соприкоснётся. Главное для представителей этого знака — поддерживать в себе вдохновение и душевный подъём. Мы вновь в эфире, вновь в нашей студии. Очередной гость в нашей программе. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Мы освещаем самые интересные события, которые происходят в нашем городе. Манхэттенский фестиваль скоро стартует в кинотеатре «Беларусь». Но стартует он не только в кинотеатре «Беларусь», но и по всему миру это международный фестиваль. Итак, у нас в гостях Татьяна Николаевна Мартинчик, начальник отдела проката и организации киномероприятий «Облвидеопроката». Доброе утро, Татьяна Николаевна! Как вы просыпаетесь? Замечательно. Замечательно. С чашечкой кофе? Обязательно. Вот только что гороскоп шёл. Верите ли вы в то, что ссалят? Иногда верю. Иногда верите? А что вам он обещает сегодня? Ну, я надеюсь, любовь. Любовь в кино. И как минимум хорошее пробуждение любви к кино. Да. Очень масштабное мероприятие действительно стартует, если мы не ошибаемся, уже 29 сентября в городе Надбугом. Одновременно проходит в 250 городах мира, странах мира. Да, да. Кошмар. То есть это очень объёмное такое мероприятие. Странах. В городах. В каких странах? Ну и в странах тоже. Катя, что ты придираешься так себе? Вот. Татьяна Николаевна, это мероприятие довольно-таки носит социальную, прежде всего, направленность, культурно-социальную направленность. Безусловно, это не коммерческий проект. Вот давайте начнём с очень интересной истории появления этого фестиваля. Очень необычная. Какая она? В 98-м году Николас Мэйсон решил показать фильмы своих друзей, которые ему понравились, и он хотел показать более широкому зрителю. Он установил экран на своём грузовичке в городе Нью-Йорке. В Манхэттене. В Манхэттене, да. Наверное, и название фестиваля тоже у тебя разъяснилось. Поэтому. Вот. Но через год уже фестиваль начал приобретать более масштабные размеры, и уже в этом году мы отмечаем 20-летний юбилей. То есть это уже 20-й Манхэттенский фестиваль. У нас есть небольшая видеонарезочка, трейлер к фестивалю этого года. Давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями, позже прокомментируем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы посмотрели трейлер, там были титры на английском языке. Вот интересен сам лозунг фестиваля. Как он звучит? Один... Звучит... Один мир, одна неделя, один фестиваль. Действительно, получается, что за одну неделю, получается, по всему миру, то есть он охватывает собой всю планету, и тем самым, насколько я знаю, он делает людей ближе. Да. Это его основная цель, насколько я полагаю. Титры англоязычные. А сами фильмы на каком языке выйдут? Фильмы будут на языке оригинала с русскими субтитрами. Ну, там же есть, насколько я видел в программке, фильм «Грузинский». Короткометражка, это не фильм, это короткометражки. Да, да. Разве это не короткометражный фильм, или это нельзя так сказать, что есть короткометражный фильм? Можно. Нет, я думаю, можно. Да, да, да. «Короткий метр» по-другому называют. То есть вот Грузия будет на русском языке, и хотелось добавить еще фильм «Латвийский» и «Грузинский» будут впервые на этом фестивале. И хочу заметить, что фильм «Латвийский» «Вперед» называется, режиссер Павел Гуменников, имеет белорусские корни, поэтому немножко к нам близко. Так а белорусы не будут разве свои работы презентовать на этом фестивале? Нет, жюри Оргкомитет Манхэттенского фестиваля выбирает 10 самых лучших фильмов, хотя заявок в этом году поступило больше 1600. 1600 заявок, это пересмотреть эти короткометражки, это сколько времени, это надо там работать постоянно, получается, правда, Катя? Получается, что да. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире 21 55 65, номер телефона нашей студии. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы к нашей гости, дозванивайтесь, пожалуйста, говорим о Манхэттенском фестивале короткометражек, который пройдет уже 29 сентября в кинотеатре «Беларусь». Я второй год подряд ходил на этот фестиваль, в этом году тоже обязательно схожу, постоянно голосую, для меня всегда это очень интригующе. Безусловно, некоторые работы мне нравятся, безусловно, работы мне не нравятся, ну, само собой разумеется. Вот в прошлом году меня очень поразила работа «Туннель», там про то, как наша планета перенаселена и как в будущем решили справляться с этой проблемой. Довольно очень таким нестандартным методом, не буду на нем делать акцент, потому что он очень нестандартный и опасный. Потому что хотят, они сами посмотрят, правда? А может и не посмотрят. А может и не посмотрят. Да, в этом году жанровое разнообразие, оно также довольно широкое. Тоже и ужасы, и триллер, и драма, и анимация, то есть каждый год разнообразная программа. То есть каждый найдет по своему вкусу, насколько я понимаю. Но вот особенность этого фестиваля в том, что зритель принимает активное участие в нем, то есть он является судьей. Я с вами соглашусь. Расскажите подробнее про это. То есть, получается, вы приходите в кино и получается карточку для голосования. То есть вы сами можете из 10 самых лучших короткометражек выбрать фильм, который вам понравился, и актера. Поэтому этот фестиваль этим и особен, что вы сами... Все по-честному. Все по-честному. Все по-честному, действительно. То есть проходит сеанс, мы подсчитываем голоса и тут же передаем в оргкомитет. А вот и что самое интересное, когда читаешь результаты голосования в Белоруссии и за рубежом, и мировые победители, они очень разнятся, вот эти вкусы, очень разные, кстати. В этом, наверное, особенность. В чем это связано? С тем, что профессиональный взгляд на вещи, наверное, да, на какие-то фильмы, любительские, они, наверное, сильно расходятся между собой, правда? Наверное, да. Или как вы считаете? Вы знаете, Манхэттенский фестиваль, здесь отбираются больше фильмы жизненные. То есть здесь и про любовь, и про смерть, и про бедность, и про богатство. То есть здесь отобраны такие истории, которые могут происходить с нами в жизни. То есть поэтому он и близок любому зрителю, и привлекает этим то, что нет каких-то спецэффектов. То есть он очень простые фильмы, то есть этим и привлекательны. Ну, исходя из прошлого года, вот лично у вас есть какие-то фавориты, кто-то особенно впечатлил? Вы знаете, фильм «Держись» мне понравился, и про девушку-велончелистку. И вы знаете, он победил. Да, я помню. То есть она получила тоже... Ну, действительно, фильм был очень достойный, а актриса там сыграла просто замечательно. Она, кажется, и главную роль получила в прошлом году тоже. Да, да, совершенно верно. Вкусы у нас совпали и критиков, и всего мира, и наших брестских любителей короткого метра. А вот саму историю фестиваля мы с вами затронули. Но вот в Белоруссии как происходило становление этого фестиваля? В Белоруссии появился фестиваль в 2009 году. Это на площадке автокинотеатра в Минске. А в Бресте в 2013 мы одни из первых присоединились к Манхэттенскому фестивалю. И хочу заметить, если в 2009 году было 600 работ, которые желали попасть на Манхэттенский фестиваль, то в этом году уже 1600. То есть он набирает масштабы и во всем мире, и у нас в городе Бресте. То есть с каждым годом у нас увеличивается и количество зрителей, и количество сеансов, и количество дней. Мы показываем в выходные, в будние дни и в вечернее дневное время. С 29 по 2 октября приходите в кинотеатр Беларусь. То есть вход бесплатный, как мы понимаем. Нет. Нет, по сожалению, не бесплатный, насколько я знаю. Но это не беда, потому что прежде всего важное впечатление, которое мы выносим оттуда. Ну, так как это социальный, прежде всего, культурный проект, я думаю, впечатления обязательно будут. Потому что все-таки это для гурманов. Это для гурманов, прежде всего, не для широкого зрителя, безусловно. Может быть, разыграем что-нибудь? Билет, например, для наших зрителей. Татьяна Николаевна. Нет, билеты мы, к сожалению, не разыгрываем. Уже все, да? Наверное, они раскуплены заранее. Ясно, хорошо, да. Значит, мы приходим с 29 сентября по 2 октября. В кинотеатр Беларуси наслаждаемся вот этим, мне кажется. Приходите. Разжидем вас. Обязательно прийдем на этот фестиваль. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Стоп, подожди. А, нет. Еще про планы. Облвидеопрокаты не узнали. Очень интересно, что ожидается в ближайшее время, помимо вот этого Манхэттенского фестиваля. Короткометражек. Что интересно. Вот недавно, я знаю совсем, с Лего Ниндяга стартовали. Это фильм для детей. Что для взрослых ожидается в ближайшее время? Ожидается много различных премьер. Все новости можно прочитать на нашем сайте. Кинобрест. Заходим туда и уже со всем знакомимся. Всем знакомимся. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое за то, что были сегодня. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Удачного вам утра. Напоминаю, что Манхэттенский фестиваль скоро пройдет в Бресте с 29 сентября по 2 октября. А у нас в гостях была Татьяна Николаевна Мартинчик, начальник отдела проката и организации киномероприятий «Облвидеопроката». Ну а далее в «Утреннем эспрессо» небольшой информационный блог. Вы не переключайтесь, впереди еще много интересного. Совсем скоро к нам присоединится режиссер Брестского академического театра драмы Денис Федоров, который поделится своими впечатлениями от поездки. Куда? Узнаете, если будете на четверке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Телефон МТС 727 70 05 На работу вахтовым методом требуются монолитчики и разнорабочие. Телефоны для справок 8 025 655 89 94 и 8 044 468 49 32. В отдел продаж и маркетинга телерадиокомпании Брест требуются специалисты по продажам. У нас есть что продавать. Обращайтесь по телефону 21 4201 и 20 35 45. Отдам в добрые руки котят. Телефон 8 029 729 15 22. Пропала собака в районе Киевки. Брест. Бело-черный окрас пушистая небольшого размера. Нет хвостика. Кличка Саманта. Телефоны 8 029 721 81 79 и 8 029 822 31 51. Учебные организации ДУСАФ города Бреста, Барановичи, Пинска, Кобрина и Лунинца проводят бесплатную подготовку водителей на категорию БЦ граждан Республики Беларусь, подлежащих призыву на срочную военную службу. Телефоны в Бресте 21 20 30, в городе Барановище 41 17 55, в Пинске 32 26 21, в Кобрине 2 26 39, в Лунинце 6 26 49. Такси-сити в Бресте. Цена поездки рубль 50 до одного километра. Каждый последующий километр 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине, трезвый водитель, запуск двигателя при севшем аккумуляторе, вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах бесплатный Wi-Fi и AUX. Такси-сити. Телефон МТС и Велком. 565 4 шестерки. Такси сейчас не роскошь. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Беларусь 4. Брест. Телефон рекламной службы. 8 0162 20 35 45 Доброе утро, уважаемые друзья! Беларусь 4. Брест. Программа «Утренние эспрессо» в прямом эфире специально для вас. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сейчас будем говорить о здоровом образе жизни. Напоминаем, что у нас на канале «Беларусь 4. Брест» стартует проект «Новый размер» к Новому году. Меняйтесь вместе с нами и с нашими специалистами. Для того, чтобы похудеть, сделать этот рывок вперед, стать еще красивее, бодрее и веселее, вам необходимо просто иметь желание все это сделать. А во всем остальном мы вам поможем. От вас лишь нужна честная история и желание изменить себя. Своё резюме отправляйте нам на электронную почту tvsobaka.trkabres.by и приходите на отбор, который состоится 1 октября в 10 утра. Но если вы не успели отправить резюме, не переживайте, просто приходите с ним к нам. Как уже сказал Вячеслав, 1 октября в 10 часов утра мы находимся по адресу улицы Куйбышева, 64. И тогда новый размер к Новому году вам точно обеспечен. Безусловно. Катерина, ну а чтобы размерчик был всегда, как сказать... Всегда удовлетворял, скажем так, ну необходимо, конечно же, питаться правильно. Тут недавно специалисты установили, что для похудения очень полезно есть орехи. Притом орехи абсолютно разные. Они провели исследование, и результаты его показали, что если вы кушаете орехи, то весовой коэффициент, тот, который был до того, как вы начали их регулярно употреблять в пищу, и после, значительно отличаются друг от друга. Ну, помимо этого, исследователи обнаружили, что орехи являются богатым источником энергии, хороших жиров, белка, витаминов, минералов и фитохимикатов. Исходя из этого, они заявили, если хотите избавиться от лишних килограммов, потребляйте орехи. Арахис, миндаль, фундук, фисташки, грецкие орехи. Их присутствие в вашем рационе может заметно вам помочь. Уменьшить массу тела и снизить риск приобретения избыточного веса и ожирения. Даже, кстати, можно утром к завтраку добавить вот горсточку орехов. Мне кажется, лишними не будет. Все-таки такой источник витаминов и минералов. Йода, прежде всего, который, как говорят, у нас всегда его не хватает. Да, недостаток йода, поэтому кушаем орехи, дорогие друзья. Кстати, какой вариант завтрака Брещане считает самым идеальным? Этим поинтересовалась Ирина Корольченко. Она вышла на улицы Бреста и задала Брещанам этот вопрос. Давайте посмотрим, что же они ответили на это. Какой завтрак вы считаете для себя идеальным? Ну, я ем каждый день творог или овсяную кашу. Не знаю. Идеальный? Который не напрягает. Творог. Можно молочные продукты. Завтрак уже отработан. У меня есть мед, творожок и сметанку туда добавляю. Иногда корицу с корицей. Чай меняю зеленый и черный. Вы будете смеяться овсяной каше. Не всегда получается позавтракать. Обычно это кофе, какой-нибудь бутербродик и бегом. Ну, в идеале детям каша, конечно, с утра обязательно. Ну, это овсянка. Ну, я считаю творог. Овсяная каша, может быть, там, с чашкой чая. Или с молоком. Омлет, салат. Овсянка, сыр. Какой идеальный завтрак. В целом, в целом, неплохо. Овсянка, творог, йогурт, говорили наши телезрители, но забыли о самом главном. О том продукте, который, безусловно, полезен для нашего здоровья. Можно его добавлять и в творог, и в овсянку, и в чай. Это мед. Мед назван лучшим продуктом для здоровья. Данный продукт, который дают нам пчелы, согласно заверениям научных работников, является замечательным антиоксидантом. И его регулярное потребление значительно уменьшит количество токсинов в крови. Мед снижает уровень холестерина, повышает иммунитет, улучшает память человека. И, конечно же, дает общий бонус всему организму, что немаловажно в осенне-зимний период. Ранее сообщалось, что клетчатка в рационе защитит организм от инфекции. Продукты питания с высоким содержанием клетчатки оказывают хорошее влияние на организм человека. Кстати, совсем недавно мы говорили где-то неделю назад про мед. У нас был гость. О его пользе, да. О его пользе. Если вам интересно, вы всегда можете посмотреть наш эфир в YouTube, на канале YouTube. Кстати, что касается клетчатки. Мы только что говорили, что это источник клетчатки. И немало этого же вещества находится во фруктах и овощах. И наш шеф-повар Иван Гринин как раз-таки прямо сейчас и приготовит овощные рулетики. Вы запоминайте, дорогие друзья, мы тоже со славой будем конспектировать. Правда, что мы пришли эфиром приготовить. Не переключайтесь. Доброе утро. Сегодня я решил приготовить что-нибудь вегетарианское. Это будет овощной рулет. С вами шеф-повар Ирисаран Эрмитаж Гринин Иван. Для этого нам понадобится лаваш, перец болгарский, сыр в китаке, авокадо и совсем много зелени. Приступим. Возьмем сыр. Аккуратно выложим его в мисочку. Возьмем болгарский перец. Аккуратненько его порежем. Я всегда использую два цвета болгарского перца, чтобы наше блюдо было не только вкусным, но и красивым. Нелегче належем. Пересмешаем с сыром. Возьмем немножко авокадо. Нарежем его мелко, соломкой. И положим в нашу миску. Осталось немножко только дорезать укропчика. Наша начинка уже практически готова. Все это тщательно перемешаем. Все, начинка наша готова. Возьмем лаваш. Его осталось только подогреть. Выкладываем его на сковородочку. На сковородку не наливайте масла, чтобы лаваш не было жирным. А так он будет более эластичным. Греем до тех пор, пока лаваш не станет горячим. Но, чтобы не начал жариться. Выкладываем нашу начинку. Аккуратно размазываем по всему нашему лавашу. Тщательно. Размазываем. Заворачиваем. Плотно заворачиваются. Немножко еще. Начинки. Плотно свернули. Все, наш лаваш готов. Небольшая хитрость. Лаваш можно положить в холодильник по 30-40 минут, чтобы масса полностью пропитала лаваш. Чтобы наше блюдо смотрелось более красиво, его я порежу. Итак, наше вегетарианское блюдо готово. С вами был шеф-повар ресторана «Ремитаж Гринин Иван». Приятного дня. Приятного аппетита. Такой вкусный завтрак от Ивана Гринина. Вкусняшка, вкусняшка. Дорогие друзья, рецепт запомнили, запомнили. Но прежде чем завтрак приготовить и съесть все это, естественно, нужно сделать небольшую разминочку. Разминочку вы сделаете у Крана вместе с нашим личным фитнес-тренером. Но это чуточку позже. Потому что у вас есть возможность еще сегодня вечером или в ближайшие выходные, например, сходить в студию фитнеса «Нью Лайф» на бесплатную тренировку. Но чтобы попасть на бесплатную тренировку, сначала нужно дозвониться к нам в эфир 21-55-65 и проговорить с нами скороговорку. Да, дорогие друзья, не только вам, нам загадывают загадки. Вот вы пойдете разминать свое тело. Давайте теперь разминаться немного иначе прямо сейчас вместе с нами в эфире. Повторяем за нами скороговорку. Повторяем за нами скороговорку и разомнем речевой аппарат, как говорит у нас на телевидении. В четверг, 4-го числа, в 4 четверти часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. Это шутка, дорогие друзья. Не нужно повторять эту огромную скороговорку, она бесконечна. Мы предлагаем вам простую. Про Сашу, да, которая шла по шоссе. Сашу про корабли, которые лавировали, лавировали. Ну давай, произноси скороговорку, пусть телезрители готовятся. Но я боюсь, что я сейчас не произнесу, но так. Я тебе помогу, давай, Слава, я с тобой. Корабли лавировали, 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 да не вылавировали. Идеально. Идеально. Так, теперь твоя очередь. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну, как-то простенько, да? А давай теперь про Клару. Давай. Клара у Карла украла коралла. Карл у Клары украл коралла, Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл у Клары не украл коралла, то бы Клара у Карла не украла кларнет. Дорогие друзья, произносите любую скороговорку. Вот на ваш вкус нам самое главное, это то, что вы до нас дозваниваетесь. У нас есть возможность с вами пообщаться, будет весело. Пойдем в студию фитнеса New Life. Кстати, дозваниваться нужно по номеру телефона 21 55 65. Что касается студии фитнеса New Life. Здорово. Эта система тренировок называется круговая. Она разработана специально для женщин. Тренировка длится 40-50 минут, что занимает двухчасовое занятие в тренажерном зале. Мы экономим еще и время, что, согласитесь, немаловажно сейчас в нашем бешеном ритме жизни. Круговая система тренировок, она прорабатывает 12 основных групп мышц. Если этим заниматься регулярно, можно значительно снизить свой вес, потому что вместе с вами будет работать не только профессиональный тренер, но и диетолог. Даже диетолог. Даже диетолог составит программу специального питания. Ради этого стоит позвонить, набраться смелости. Я понимаю, что скороговорку сказать это довольно-таки сложная вещь на прямом эфире. Ничего не сложного, будем учиться вместе. Да, вот видите, даже мы, ведущие утреннего эспрессо, запинаемся в скороговорках. Стыдно мы позор, но мы будем стараться. Никакой не стыд, мы тоже живые люди, у которых тоже есть особенности какого-то своего восприятия этого мира. Возвращаемся к студии фитнеса Нью Лайф. Это еще и удобно, потому что занимайтесь в удобное для вас время. Ну, к сожалению, Кать, наверное, мы не разыграли. Слишком сложное задание. Не дозваниваются до нас телезрители, не хотят произносить скороговорку. Что ж, значит, этот сертификат студии фитнеса Нью Лайф у нас останется до лучших времен. А очень жаль, потому что там можно значительно похудеть, привести свое тело в тонус. Кстати, похудеть можно будет и на нашем новом проекте «Новый размер к Новому году». Да, присылайте свое резюме на наш электронный адрес. Так, какой же он? tv.sobako.trk.brest.by Приходите на отбор, который состоится уже 1 октября в 10 утра. Три команды, восемь, две команды, восемь участников, три месяца тренировок и правильного питания, и вы достигнете результата. Приходите к нам 1 октября в 10 часов утра по адресу улица Куйбышева, 64, нам кастинг. Если не прислали резюме, приносите его с собой, мы ждем вас. Катя, у нас есть звоночек, оказывается. Все-таки решились люди, набрались смелости позвонить нам эфир. Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Катя. Катя, очень приятно, Катя. До нас сегодня одни Кати, только дозвоню. Я опять заговорил желание. Какой-то Катин бум. Катин бум. Катя, ну что, скороговорочку будем произносить? Скороговорить. Постараюсь. Какую вы выбрали скороговорку, Катерина? Я должна выбрать, я просто не знала, что я должна выбрать. Нет, мы можем вам подсказать. Мы можем вам выбрать. Про Карла или про Сашу? Давай про Сашу. Давай. Или про двора на дрове. Давай про Сашу. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. С первого раза, да? Должно. Ну, желательно, конечно. Но мы вам поможем. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ой, очень хорошо, хорошо, вы молодец. Что, может быть, еще одну попробуем, Кать? Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Катя, мы с вами. Я готовлюсь морально. Я понимаю, что это... Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Еще быстрее, то же самое, немножко... Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Супер, супер, вы молодец, практически готовый ведущий. Утренимая спресса. Отлично, хорошо, а вы уже были в студии фитнеса Нью Лайф? Нет, но очень не хочу. Сходите, сходите. Там здорово. Студия фитнеса находится в городе Бресте по адресу улицы Морозова 1. Это Варшавское шоссе напротив гипермаркета Евроопт. Хорошо. Катя, может быть, вы хотите что-то пожелать нашим телезрителям в это прекрасное солнечное утро? Пожелаю, чтобы у всех солнечное утро было и в душе солнечное. Всем хорошего настроения, улыбок, и чтобы этот день был лучше вчерашнего. Отличное пожелание. Чтобы этот день был лучше вчерашнего. Спасибо большое, Катерина. Спасибо. Оставайтесь на линии, вам расскажут, как забрать сертификат. Ну вот, мы с тобой, Катя, размяли наш лечевой аппарат, помогли нашим телезрителям. Пойдем читать скороговорки, Слава. Наши телезрители это делают ничем не хуже нас. Они молодцы. Пойдем. Пока наши телезрители разминаются перед экранами, мы читаем скороговорки для того, чтобы скоро вернуться в студию прямого эфира и познакомить вас с очень интересным, творческим и талантливым гостем. Доброе утро. Сегодня будет жаркая тренировка, потому что мышцы вашего пресса будут гореть. Вам понадобится всего лишь коврик, и если вы готовы, мы опускаемся на него. В положении лежа работаем сейчас практически на статике, но если вам тяжело, мы выполняем небольшое по амплитуде движение. Подтягиваем мышцы пресса, отрываем лопатки и вытягиваем руки вперед. Если вы можете держать так 30 секунд, не опускаясь, вы работаете на время. Если вам тяжело, мы немного пружиним вперед, каждый раз сокращая именно пресс. Если все-таки у вас устает шея, одну руку можно положить под голову. В пружинке вы выполняете от 30 до 50 повторений. Как только чувствуете, что ваши мышцы горят, мы опускаемся, колени к себе, продолжаем работу, но облегченно. Выпрямляем каждую ногу по очереди. В выдох. Чем ниже нога к полу, тем, соответственно, сложнее. Выполняем так 20 раз. Считайте, что для вас это небольшой отдых. И после окончания этого упражнения мы возвращаемся в исходное. Плечи на весу. И продолжаем пружинить. Сделали 30-50 и снова колени к себе. Выдох. Выдох. Следите за тем, чтобы поясница максимально прижималась к коврику. В зависимости от вашей подготовки вы выполняете два либо четыре круга. Мышцы будут хорошенько работать, но при этом они не будут увеличиваться в размере, потому что вот такие специфические упражнения больше идущие на выносливость. Но если вы будете выполнять правильно, у вас будет не только красивый пресс, но еще и подтянутый живот. Соответственно, это означает, что вы правильно выполняли упражнения, подключая поперечную мышцу живота. Ну что ж, мы отлично поработали. Прекрасного вам дня. Доброе утро. Доброе утро, уже мои друзья. Третий гость у нас в программе, который вернулся из творческой командировки в Швецию. Это Денис Федоров, режиссер Брестского академического театра драмы. Доброе утро, Денис. Денис, доброе утро. Как утро прошло? Мы тут немного уже с настроением. Утро хорошо, очень замечательно. Вы зарядили. Мы были позитивом, так скажем, с короговорками. А когда нас рядышком нет, как заряжаешься? Ну, самому приходится как-то справляться. Ты встречаешь Беларусь-4, смотришь программу утреннее. Обязательно, обязательно. А завтракаешь как по утрам? Вот идеальный завтрак какой он? Ну, знаете, я, наверное, плохой советчик, я не идеально завтракаю. То есть кофе, наверное, такое все вредное, знаете. Ну, мы тоже пьем кофеечек. Если маленькая чарчика, то можно, особенно если это утреннее эспрессо такое. Ну, я думаю, да. С овсяночкой кофе всегда зайдет. Правда, Катя? И не только с овсяночкой. 21-55-65 номер телефона нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. У нас в гостях Денис Федоров, режиссер Брестского академического театра драмы. Дозванивайтесь, задавайте вопросы нашему гостю. А пока начнем мы. Да, начнем мы с Катей. Денис, как впечатление? Как Швеция? Как Стокгольм? Наверное, огромное количество различных, не знаю, как они называются, которые на холодильнике клеят. Магнитики. Магнитиков с собой привез. Нет, ну магнитики принес, привез, но раздал друзьям некоторые магнитики. А зачем много магнитиков с одного Стокгольма только? Ну, ты привез массу впечатлений. Расскажи нам, что это такое творческая командировка? Обычно говорят, рабочая поездка. У тебя прям творческая командировка. Чем ты знакомился? Что ты видел? С кем ты там общался? Расскажи. Ну, я же творческий человек, и творчество — это и есть моя работа. Вот, так скажем, ну, я посетил фестиваль в Стокгольме. Это Стокгольм Фриндж, фестиваль СТОВ, называется. Один из крупнейших фестивалей европейских театральных. Я посетил радиотеатр на шведском телевидении, так скажем, на ваших коллег. Ах ты! Вот, посмотрел, как там устроена вся система. Рабочего процесса. Я также посетил ряд театров, ряд семинаров, воркшопов. Вот нас интересуют наши коллеги. Телевизионные. Ну, и не только наши коллеги интересуют нас, но... Да, у нас, ладно, театральный фестиваль. Театральный фестиваль, расскажи, что за постановки ты, что за постановку ты видел, кто режиссер. И сильно ли отличаются те актеры от наших, брестских? И вообще, вот формат Фриндж-фестиваля, что это за формат такой? Ведь это особый вид фестивального направления, насколько я знаю. Ну, конечно, да. Фриндж – это, так скажем, это название ряда фестивалей, которые проходят по всей Европе. В Эдинбурге вот крупнейший Фриндж-фестиваль. В Львамстардаме. Фриндж – это, как бы, если переводить с английского, это бровка, обочина – это фестивали, так скажем, альтернативного театра. Это такие, скажем, не классический театр, а театр офф. Там, как вот есть Бродвей офф, Бродвей офф-офф, да. Это какие-то независимые группы. То, что, так скажем, в каких-то государственных театрах не могло бы идти, либо не подходит по формату. А вот как назывался фестиваль в самой Швеции? Стоф, да? Стоф. Как это переводится? Стоф – это ткань, нет, ткань, либо лоскут, как ткань из стоф. То есть, ну, имелось в виду, что программа в фестивале была очень разнообразная, как у нее даже был такой символ, такая пестрая ткань. То есть, такой же пестрой была и программа театральная. У меня были коллективы из многих стран. Ну, а ты как режиссер почерпнул для себя что-то новое? Открыл? Да, почерпнул. Поделись впечатлением. Но ты не будешь об этом делиться? Это не на секретики творческие или нет? Поделишься. Ну, почему секретики? Делиться впечатлениями о спектакле – это такое дело, знаете, неблагодарное. Но я попробую. Ну, было много разных интересных работ. Вот мне понравилась очень работа шведского режиссера, который сейчас, правда, работает в Финляндии, Германии. Это Андерс Карлсон. Да, популярная шведская фамилия, так скажем. Да, его спектакль «Уэльбэк» по мотивам французского автора «Уэльбэка». Очень хороший спектакль. Ну, кроме френч-фестиваля, ты же посещал наших коллег на шведском телевидении. На шведском. У них также объединена телерадиокомпания. А, телерадиокомпания «Швеция». Вот, нашли сходство, да? Есть. Вот разница большая, наверное, подход между нашим подходом, например, к телевидению и у них, или нет? Вы знаете, само телевидение я как бы не изучил. Я был только в самом здании. Я, то есть, знакомился непосредственно близко с радиотеатром. То есть, на шведском радио есть целый отдел радиотеатра. Радиотеатр существует там уже очень давно. Вот. И вообще, радиотеатр в Швеции очень популярен, как и во всей Европе. Это целое направление, ну, в искусстве, можно сказать, да. То есть, там большая, большая, большая инфраструктура этого радиотеатра. Несколько студий. Вот. Работают специальные драматурги для радиотеатра, пишут пьесы, выходят радиосериалы. Вот. Это все пользуется большой популярностью, то есть, в Швеции, в Европе. То есть, BBC делает также радиотеатр. Радиотеатр, это большой пласт культуры, можно сказать, европейской. Вероятно, ты вдохновился. Наверное, в Бресте в скором времени появится радиотеатр. Ну, будем надеяться. Но здесь усилий одного режиссера, творческого человека, я думаю, недостаточно. Но вообще, как идея радиотеатра, это очень интересно. И, насколько я помню, у нас в детстве, я еще какие-то передачи слушал, радиопостановки на нашем радио, так скажем. Но сейчас как-то это затерялось, и вот я не мало встречал. Нет, ну, периодически к нам приходят все-таки актеры, и такое есть. Но мы не скажем, что это очень распространенное явление. Наверное, и так в Европе у нас было. Ну, это, я знаю, что есть радиоверсии спектакля. Я вот тоже делал радиоверсию спектакля. Но радиотеатр – это нечто другое. Это не радиоверсия спектакля, а это именно театр, постановки, которые существуют только в формате радиопостановки. Ну, вот я вот слышал, что вы рассказывали, Денис, то, что в Германии или где, на протяжении скольких лет идет постановка? Нет, есть постановка в Англии, это делает BBC. BBC делает там, эта постановка занесена в книгу «Рекордов Гиннес». Она идет с конца 50-х. С конца 50-х годов? Да, сериал по радио. Сериал по радио. А у нас есть такие долгоиграющие постановки в Брестском театре драмы или нет? Ну, таких долгоиграющих у нас нет постановок. И, конечно же, радиотеатр, и обычный театр, так скажем, классический – это разные вещи. Ну, безусловно, там разные подходы к, наверное, актерскому исполнению. Наверное, в радиотеатре больше делается акцент на интенсионной, голосовой составляющей, на, скажем так, слуховых выразительных средствах. Ну, а театр, естественно, акцентируется больше. Ну, вы знаете, Вячеслав, я вот разговаривал с руководителем радиотеатра шведского, Дмитрием Плаксовым, кстати, из Беларуси. Вот, да, то есть он 10 лет уже живет в Швеции, он туда, так скажем, переехал жить. Я с ним разговаривал, как раз мне тоже было интересно вот это отличие радиотеатра и классического театра. Он мне сказал, что, говорит, он говорит, он не видел еще ни одного крупного актера театрального, так скажем, с мелким голосом. Вот. Это очень взаимосвязано, можно сказать. Ну, то есть получается то, что актер драматического театра, он такой многостаночник получается. И на радио сможет работать, и там кино сняться, то есть без проблем. Ну, естественно, потому что эти профессии, так скажем, они переплетаются, они смежные. И, естественно, основной, так скажем, костяк актеров радиотеатра – это артисты из театра. То есть нет каких-то артистов специальных вот для радио. Денис, над чем сейчас работаешь? Сейчас? Над собой, да? Над собой, конечно же, это же основное для режиссера. Все время веду работу над собой. Ну, вот я все-таки вернусь к путешествию в Швецию. Вот, сколько я знаю, вы были еще в Королевской Академии Искусств. Там были мастер-классы. То есть вы могли сравнить работу со студентами, например, в нашей Академии Искусств и вот в Стокгольмской. Что-то, какие, может, интересные моменты вы для себя почерпнули там? Ну, конечно же, я не мог в полной степени за такой короткий период ощутить всю работу, все отличия в Королевской Академии Искусств и, к примеру, как работают в Беларуси. Но хочу сказать, что там, я заметил, у студентов как-то у них больше свободы. Вот. У них очень индивидуальный подход к каждому студенту, так скажем. У них больше каких-то европейских программ. Каждый месяц у них почти это какой-то семинар какого-нибудь режиссера, это семинар какого-нибудь актера, какой-нибудь мастер-класс. То есть, они очень много ездят, к ним приезжают. Это такой идет постоянный взаимообмен. Вот я все же хочу вернуться в родную нашу страну, в город Брест. Ну, давай, давай. Но все же над чем работаешь? Какие постановки ожидаются в ближайшее время? Ну, сейчас я в поисках, вот, так скажем. И, ну, название я бы не мог вам сейчас, наверное, сказать, какой-то конкретной пьесы. Но я сейчас подыскиваю материал, вот, так скажем, после впечатления от Швеции. Может быть, Ипсон, может, Стриннберг. Вот, посмотрим. А вот европейский театр, к какому сейчас ключе развивается? Например, наш белорусский, естественно, он такой более, ну, скажем так, традиционный, что ли, если можно назвать, применительно к белорусскому театру, слово. А вот европейский театр, сейчас он какой? Ну, я бы не сказал, что наш белорусский театр тоже такой традиционный. Белорусский театр разный, как, впрочем, и европейский. В европейском театре тоже есть, так скажем, не то, что проблемы, но те же, та же ситуация, похожая, как и в белорусском театре. Есть театр, так скажем, для зрителей, зрительский, это комедии, вот, это классический репертуар, так скажем, такой вот, ну, скажем, по системе Станиславского в кавычках. В кавычках. Есть театр альтернативный, вот, Фринш, да, его меньше, как всегда. Ну, в целом, так скажем, театр европейский, наверное, и белорусский, как его часть, он туда движется в сторону, так скажем, такого постдраматического театра. Постдраматический театр. Постдраматический театр сейчас очень актуальный. Постдраматический театр, это же как? Это как? Расскажи, объясни. Ну, постдраматический театр, если так очень упрощенно, потому что нашей программы не хватит, наверное, чтобы полностью... В двух словах. В двух словах, если говорить, постдраматический, постдрама, то есть это после драмы. Драма это как драматургия, текст, то есть это театр после драматургии, после текста, театр без текста, это театр, который ломает классическую форму, да, который ломает какие-то конструкции устоявшиеся. Он может существовать без драматургии, может даже без режиссера, может без актера. Ну вот, ну вот он в таком ключе сейчас развивается, так скажем, европейский театр. Что ж, Денис, спасибо, спасибо за то, что был сегодня с нами, за то, что поделился впечатлениями. И приходи к нам почаще, побольше тебе таких творческих командировок и приходов к нам. Про постдраматический театр мы еще поговорим, потому что чувствую, что тема еще не закрыта, про это можно, я думаю, говорить еще долго. Я напомню, у нас в гостях был Денис Федоров, который вернулся с творческой командировки из Швеции, режиссер Брестского академического театра драмы. Ну а я напомню, что на календаре у нас вторник, 26 сентября. И чем же знаменателен этот день в мировой истории, мы узнаем из исторического обзора от Утреннего Эспрессо. Сегодня 26 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1898 году родился Джордж Гершвин, американский композитор и пианист, имеющий белорусские корни. Он использовал в своей музыке элементы джаза и афроамериканского музыкального фольклора. Известен как автор оперы «Порги и бес», а также мюзиклов, песен и музыки к кинофильмам. В этот же день в 1934 году родился Олег Басилашвили. Российский актер театра и кино, актер Большого драматического театра имени Товстоногова, народный артист СССР. Известен по ролям в кинофильмах «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и многих других. 26 сентября в 1939 году в Бресте вышел первый номер газеты «Рабочий». Сейчас издается под названием «Заря». Издание признано победителем республиканского творческого соревнований в номинации «Лучшая областная газета» и награждено специальной наградой – «Золотой лидерой». В этот же день в 1857 году в Пружанах родился Платон Жукович, историк, доктор церковной истории. Преподавал в Полоцком духовном училище в Вильно в Петербургской духовной академии. Исследовал религиозные отношения в Речи Посполитой. В этот же день в 1969 году был образован Байкальский заповедник. Он входит в состав участка всемирного природного наследия озера Байкал. Также он включен в число объектов всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – это голубая ель, которая, к сожалению, уже находится под угрозой вымирания. Субтитры создавал DimaTorzok В Штатах группа американских научных работников узнала, что большинству представителей сильного пола не нравятся умные женщины. Умные женщины нравятся чисто гипотетически. Хотя, Слава, вот хотел у тебя поинтересоваться, что подразумевать под понятием «умная женщина»? «Умная женщина»? Ну, пожалуй, наверное, то, что она обладает каким-то определенным багажом знаний в своей сфере, прежде всего. Опыт, образованность, имение слушать, слышать собеседника, что это. Ну, я думаю, это все вместе. Не так? То есть мужчинам нравится «умная женщина»? Ну, мне-то нравится «умная женщина», а вот ученые сказали, что не нравится. Ну, это американцы. А вот белорусы также провели подобное исследование. В нем принимали участие мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Так вот, они назвали ум самой привлекательной в женщинах чертой. Я с ними абсолютно согласен, потому что внешность, ну, это, конечно, всегда приятно, но еще не все, безусловно. Дозванивайтесь к нам, дорогие друзья, по номеру телефона 21 55 65 и рассказывайте о том, какие качества вы цените в своих вторых половинках. Можно также признаваться в любви. В прямом эфире на канале Беларусь 4 Брест. Интересная будет акция, кстати, надо будет попробовать. Признайся любви в прямом эфире. Вот прямо сейчас приступайте к этому, дорогие друзья, а пока мы узнаем у наших астрологов, что сулят звезды сегодня. Наступило время для завершения дела и для отдыха, который Овнам крайне необходим, так как в следующем месяце на вас обрушится большой объем работы и информации. Полезно провести этот день на природе, в лесу, например, сходить за грибами. Сегодня, вероятно, важные мероприятия в семьях тельцов. Если после обильного застолья почувствуете легкое недомогание, сделайте 2-3 разгрузочных дня. А чтобы окончательно прийти в себя, вспомните о медитации и дыхательной гимнастике. У близнецов появится возможность подработать и значительно увеличить свои доходы. Сегодня вы сможете заразить своими идеями кого угодно. Также вам необходимо планировать свои финансовые затраты и расходовать деньги на то, что будет помогать развитию. Вспоминайте маленькие успехи прошедшего дня. От хорошо выполненной работы до случайно брошенной остроумной реплики. Чаще хвалите себя, делайте себе приятное. Один из лучших дней для вступления в брак для львов. Вы можете обрести душевного и понимающего спутника жизни, тонко реагирующего на ваше настроение, заботящегося о ваших нуждах. Не сомневайтесь в правильности своего выбора. На протяжении всего дня девы не раз воспользуются своими дипломатическими способностями и станут настоящими миротворцами. Наслаждайтесь общением, контактами с самыми разными людьми. Это обогатит ваш внутренний мир. Устройте праздник для своих близких, ведь они очень любят, когда вы придумываете что-то интересное. Навестите дальних родственников, уделите больше внимания детям, не забывая, что самое лучшее воспитание — собственный пример. Многие скорпионы будут сегодня разрываться между любопытством и осторожностью. Не усложняйте своё мировосприятие, не преувеличивайте сложности, не относите нас в учёт провала и неудачи окружающих. Небольшие осложнения, которые могут периодически возникать, это в некотором смысле испытания перед новым подъёмом и духовным обновлением многих родившихся под этим знаком. Учитесь на своих ошибках и, пройдя через испытания, набирайтесь опыта. Вы будете относиться к своим подопечным с трогательной заботой, но из-за своих амбиций и честолюбивого характера вы можете стать сверхтребовательными и совершите много ошибок. Вероятно возникновение сильного чувства, от которого водолеи могут подпитывать свою энергетику. Любовь сделает значимым и перспективным любое их действие. Любовь — это то, что необходимо вам для дальнейшего развития. Энергетика рыб будет подобна роднику любви и удачи, что наполнит жизненной силой всех, кто с ним соприкоснётся. Главное для представителей этого знака — поддерживать в себе вдохновение и душевный подъём. Доброе утро, Брест! Доброй, Раннице, Беларусь! Доброе утро всем! Доброе утро, Брест! Вечно просыпайся! Ну что ж, доброе утро, друзья! Дойдемся к девяти часам утра. Я думаю, все уже проснулись, позавтракали и готовы к новому рабочему дню. Готовы осуществлять все свои идеи и планы. А у нас информация для тех, кто желает похудеть, но пока по каким-то причинам не может добиться желаемого результата самостоятельно. Мы вам поможем. Мы призываем, меняйтесь вместе с нами. Новый размер к новому году. Новый проект стартует у нас в программе на телеканале «Беларусь-4 Брест». Да, это проект программы «Утренний эспрессо». Разные технологии и методики похудения он предусматривает. От вас лишь нужна честная история и искреннее желание похудеть. Своё резюме присылайте к нам на электронный адрес tvsobaka.brest.by. Отбор участников будет проходить 1 октября в 10 утра. По адресу улица Куйбышева, 64, поэтому присоединяйтесь, дорогие друзья. Заниматься спортом всегда полезно. А уж если к этому добавить правильное питание, результат не заставит себя долго ждать. Кстати, правильного питания и регулярных занятий спортом придерживается героиня нашего следующего сюжета. Это девушка-боксер Вероника Логодич. И Кирилл Егоров расскажет о ней более подробно. Константин Дью сказал, если нет уверенности, что сделаешь всё правильно, сразу вешай перчатки на гвоздь. Разумеется, речь пойдёт о боксе. Как вы наверняка поняли, этот ударный вид спорта, как никакой другой, воспитывает характер. Вероника пять лет назад, решив вплотную замяться собой, начала с тренажёрного зала. Всерьёз увлёкшись бодибилдингом, девушка выступала на соревнованиях, внимательно следила за диетой и режимом, чтобы держать себя в идеальной форме. Но вскоре на время пришлось отойти от строительства тела. В связи с небольшой травмой мне некоторое время нельзя было заниматься стяжестями. И я решила найти для себя какую-то альтернативу. У меня на тот момент был знакомый тренер исключительно по боксу, поэтому, в принципе, вопрос не стоял, чем заняться. Вот так девушка и попала в бокс. И тут, сама того не ожидая, как говорится, нашла себя. За год в боксе Вероника получила кандидата в мастера спорта. Её заметили тренера, тренера национальной сборной. Она сейчас входит в личный состав сборной. Она за год достигла звания кандидата в мастера спорта Республики Беларусь. Она двукратный призёр чемпионата Республики Беларусь. Я думаю, что далеко пойдёт. Конечно, не все могут работать на одном уровне с противоположным полом, как Вероника. Но у людей есть желание, а это самое главное. Хотя даже тренер Томас поначалу относился к слабому полу в этом виде активности скептически. Лично я всегда считал, что не женский. И до определённого времени, если вы знаете, то женского бокса действительно не было. С определённого времени Федерация Международная АИБа внесла женский бокс наравне с мужским. И мы обязаны с этим мириться. Несмотря на видные невооружённым глазом успехи, к своей технике Вероника относится критически. И правильно, ведь это и есть путь к успеху. Тем более, что спортсменка сама работает тренером по бодибилдингу. Лучше всего у меня именно ударная часть. То есть я сильно бью, но я при этом довольно медленно для боксера двигаюсь. То есть мне нужно поработать больше над своими ногами перед движениями. Правда, сейчас дела со скоростью обстоят намного лучше. О вопросах с забитостью ног корни уходят в бодибилдинг. Что ещё раз подтверждает аксиому о трудности совмещения работы на массу с боевыми искусствами. Из-за того, что я долгое время занималась железом, у меня очень такие были закрепощённые мышцы. Я, когда начала заниматься боксом, весила на 8 килограмм больше, чем сейчас. Мне было очень тяжело тренироваться. Но сейчас намного проще. При общении с Вероникой сразу заметно. Вопреки стереотипу о девушках-спортсменках рассуждают она более чем компетентно. Веронике пожелаем покорения новых вершин, а членам Брестского боксёрского клуба развития и продуктивных тренировок. Мышка-спортсменок Это самый дорогой коврик для мышки за 490 долларов от магазина «Формулы-1». Разработан с использованием фирменных технологий гоночного трёхмерного моделирования. Во-вторых, сделан вручную и втретьих из настоящих формульных материалов. Поверхность изготовлена из углепластика, из которого делают валиды. Самое глубокое горное озеро – Иссыкуль. Озеро находится на высоте 1608 метров. Кстати, его глубина – 702 метра. Озеро никогда не замерзает, несмотря на то, что вокруг заснеженные горные вершины. А это самая быстрая машина в мире. Наземный рекорд скорости, установленный в 1997 году, поражает. Это первое в мире официальное преодоление звукового барьера. На автомобиле с турбовентиляторными двигателями британец Энди Грин развил скорость 1228 км в час. Замеры скорости проводились в пустыне Black Rock США. Уважаемые зрители, надеемся, что этот день будет для вас успешным и продуктивным. Ну, а мы хотим сказать благодарность нашим партнерам. Это магазин модной одежды «Базиони» и итальянский стиль в вашем гардеробе. Ну, конечно же, за вот эту весеннюю красоту, казалось бы, в осеннее время, мы благодарим наших друзей и партнеров. Это магазин «Цветы флористики» от Жордан. А находится он в городе Бресте по адресу улица Московская, 253. Прекрасные цветы, которые, ну, в основном, естественно, осенью цветов на улице не достанешь. Кстати, бабье лето возвращается в следующую неделю в Беларусь. А я слышала, наоборот, другую информацию о том, что заморозки как раз-таки ожидаются. Но я знаю то, что на выходных похолодает вроде, а в следующей неделе будет бабье лето. Ну, давай не будем загадывать, а просто узнаем, что прогнозируют синоптики для нас сегодня. Прогноз погоды в утреннем эспрессо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 26 сентября, вторник на календаре. Это утро. Вы встречали с программой «Утреннее эспрессо» на телеканале Беларусь-4 Брест. Мы надеемся, что наш совместный информационно-развлекательный завтрак действительно оказался полезным для вас. Мы желаем вам отличного дня, хорошего настроения, несмотря на то, что психологи вторник считают почему-то самым стрессовым днем недели. Мы с этим не согласны и вам доказали обратное. Мы надеемся. Мы надеемся, что день для вас будет успешным от всей команды «Утреннего эспрессо». Желаем вам отличного дня. Оставайтесь на канале Беларусь-4 Брест. Вячеслав Цыцковский, Екатерина Стриха. Работали сегодня с вами в студии прямого эфира. Уже завтра в 7-10 утра наши коллеги снова будут вас будить. Поэтому включайте четверку, радуйте жизни, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких. Скоро увидимся. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»